Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы ответим на вопрос, который пришёл на сайт библейского портала «Экзогет», основываясь на Священном Писании. Вопрос интересный. Мне надоела жена. Как уйти красиво? Если бы у нас была цель помочь человеку практически как-то решить его проблему, то я бы посоветовал обратиться в агентство, которое строит праздники. Но у нас всё-таки цель немножко другая. Мы хотим понять, что Священное Писание вообще об этом говорит. Так вот, если мы обратимся к Писанию, мы увидим, что в книге «Бытия», когда Господь творит человека, Он говорит, что мужчина и женщина созданы вместе, и там говорятся такие слова «оставить человека отца и матерь и прилепиться к жене своей, и буду два одной плотью». То есть брак вообще-то – это дело одноразовое по замыслу Божьему. То есть когда происходит ситуация, когда человек вступает во второй или третий брак, что в принципе допускается церковью, это всегда некоторые проблемы психологические, в том числе для человека, но и духовные в первую очередь, которые можно преодолеть с Божьей помощью, но всегда это не идеально. Поэтому у нас, к сожалению, уходит понимание, что брак – это вещь одноразовая. И опять же, сейчас чем больше люди исследуют физиологию человека, психологию человека, тем больше убеждаются в том, что действительно для человека, естественно, выбрать себе мужа или жену, и вот с ним уже жить всю остальную жизнь, остальное его повреждает. Так вот, важно понимать, что развод – это вещь очень травматичная всегда. И Господь об этом в Евангелии от Матфея говорит. Кто разводится с женой своей, кроме вины прелюбодеяния, тот подаёт ей повод прелюбодействовать. И фактически этот человек сам становится прелюбодеем, потому что даёт повод прелюбодействовать жене. То есть, сейчас есть понимание, что бывают ситуации очень сложные и тяжёлые, в которых действительно развод неизбежен. Когда, например, есть какая-то сильная наркотическая, алкогольная зависимость у человека, и здесь уже как бы невозможно ничего сделать, или есть угроза жизни и здоровью детей, жены, например, или мужа. Но это исключительно крайний случай. В ситуации «жена мне надоела» – ну, как бы тут, знаете, это совсем никак не соотносится с нормальным нравственным представлением Евангелия. Поэтому, если надоела жена, стоит задать вопросы себе. Например, у апостола Павла в послании к Ефесиным, в пятой главе, читаем. «Так должны мужья любить своих жён, как свои тела. Любящий свою жену любит самого себя, ибо никто никогда не имел ненависти к своей плоти, но питает и глеет её, как и Господь церковь». Если вам надоела жена, подумайте, может ли вам надоест ваше тело. Выйти из тела пока никто не желает. Здесь очень важный момент у апостола Павла. Кто, любящий свою жену, любит самого себя. Подумайте, может быть, вам надоела жена, потому что у вас есть нерешённые проблемы внутренние. Может быть, есть какие-то вещи внутри себя нерешённые, в которых вы себе не признаётесь, которые вы в себе не принимаете. Какие-то повреждения или боль, или нерешённые проблемы, которые вам, кажется, решатся, что вы, если вы уйдёте от жены. Поверьте, если у вас есть внутренние проблемы, из-за которых жена вам стала неинтересна, как человек, и там надоела, то вы уйдёте от жены, и с любым другим человеком у вас будет ровно то же самое. Потому что люди будут меняться, проблемы будут оставаться те же. Поэтому лучше всё-таки решать эти проблемы в своём браке. Ну, в общем, очень важно понимать, что жена надоела, это, в общем, не повод уходить из семьи. И проблемы, скорее всего, здесь решаются тем, чтобы выстраивать правильные человеческие взаимоотношения. Если приложить к этому усилия, если разрешить свои внутренние проблемы, и если приложить усилия к тому, чтобы восстановить с женой правильное общение, то это вполне возможно. Важно понимать, что женщина – это существо, которое с мужчиной очень хорошо взаимодействует. Так вот Богом изначально задумано, потому что он творит мужчина и женщина вместе. И вот если мы начинаем по отношению жена к мужу или муж к жене в одностороннем порядке проявлять внимание, заботу, любовь, то в ответ мы с большой вероятностью получим то же самое. Зачастую у нас просто не хватает мужества начать со своей стороны, не ожидая от другого человека результата прямо сейчас. Если это мужество будет, если это желание будет, если со своей стороны вы найдёте в себе силы какое-то время по отношению к жене делать дела любви, делать ей комплименты, замечать за ней какие-то добрые черты, отмечать их и помогать ей, вдохновлять её, то не сразу, не на следующий день. Хотя у некоторых даже на следующий день это происходит, даже в сам день. Но, может быть, не сразу. Вы почувствуете отдачу. Самое главное в этой ситуации, поставив себе целью, не просто добиться к себе любви, а сохранить брак, сохранить единство, сохранить семью. Вот если эта цель будет поставлена, то с Божьей помощью можно будет вот этого настроения, жена мне надоела, избежать.